Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня очередное, по моим сведениям, 78 занятие нашего замечательного курса. Сегодня мы разбираем параграф пятый из книгевой икра. Прошлое занятие было посвящено последнему недельному разделу книги Шмот. В эту субботу, в последнюю субботу вчера, мы начали чтение книги Ваикра. Год назад мы рассмотрели с вами первый и второй параграфы, которые входят на эту недельную главу сегодня. Давайте мы рассмотрим с вами пятый параграф. Вот просто мне так было интересно. Значит, пятый параграф книги Ваикра. Вся книга Ваикра, она продолжает тему, которая заканчивается книга Шмот. А именно, книга Шмот рассказала в конце о том, как был построен Мишкан и как он был устроен. Напоминаю, что по образу Мишкана был построен первый, а потом и второй Иерусалимский храмы. И, соответственно, будет построен и третий храм. А книговая игра рассказывает о том, что в этом храме происходило, зачем он нужен, как он функционировал. Основная работа проводилась коинами, священнослужителями. И помогали им в этом леви им левиты. Коины – это тоже члены колена леви. Значит, именно потому, что там рассматривались вопросы жертвоприношений, ритуальной чистоты, нечистоты, ну и некоторые другие вопросы. В книге Ваикра мы с вами увидим это, я надеюсь. Книга – это в русском переводе, ну, в частности, и в латинском тоже, называется «Левитикус», «Левит». Вот, потому что рассказывается там о службе именно левитов в храме. Так, значит, в этой недельной главе мы с вами увидим несколько интересных, интересных с точки зрения грамматики слов. И я надеюсь, что у нас останется время немножко посмотреть еще и пасхальную году. Напоминаю вам, что в нашем курсе есть архив, что вообще великолепно. И ровно год назад мы разбирали более подробно пасхальную году. Значит, 32 занятие, там часть времени была посвящена порядку пасхального сайдера. А занятие номер 33, 34, так, нет, 33 занятие, значит, мы начали рассматривать. А 34 занятие было полностью и целиком посвящено разбору пасхальной годы. Было это чуть меньше года назад, 5 апреля 2020 года. Вот тот, кто собирается пойти к кому-то на сайдер или на общественный сайдер, пусть посмотрит, чтобы знал, что там будет происходить и как. Тот, кто собирается поделать сайдер у себя дома, пусть тем более посмотрит и получит инструкции, что и как следует делать. Там же имеются две важные ссылки, интересные. Значит, это перевод сайдера, перевод пасхальной годы на русский язык, неплохой перевод с небольшим количеством трансритераций. Вот, и, собственно, сам текст, иврейский текст с согласовками. Так, а теперь я поставил сегодня в нашу группу в Телеграме два файла, как обычно, это сам текст, который мы будем рассматривать, и словарик к этому тексту. Вот, и в чат я тоже поставил словарик. А теперь я делаю демонстрацию экрана. Так, и показываю вам подготовленный файл. Вот он, так. Ну, все в курсе, как работать с этим файлом, да? Так, значит, «Вайкра», третья книга, пятикнижа, «Перек», то бишь параграф номер пять, «Хэй». Вот, начинаем сначала. «Ве-нефеш», слово «нефеш» означает «душа». Но чаще в Торе встречается значение, значит, слово «душа», «нефеш», в значении не вот что-то такое духовное, что есть у человека, его нематериальная составляющая, о том значении, в каком его использовал Гоголь, название «мертвые души», то есть подушная подать, количество душ, то есть человек, имеется в виду, личность. Итак, человек. «Ки-те-хета» – корень слова «хет», «хет-тет-а-ли», «алеф» – это грех. И человек, который загрешит. «Ве-шам-а-коль» и услышит голос «Алла». Вот это слово может быть в разных значениях, но здесь это означает «клятва». «Алла» – это клятва. Мы называем клятву словом «швуа», но это тоже правильная тема. «Ве-гу-эд», а он «эд», что такое «эд» – свидетель. Мы встречаем это слово, представьте, в первом, по сути, в первой фразе «шма-Исраэль». Почему? Потому что во всех цвитках Торы, во всех сидурах, в слове «шма» выделена буква «Айн», а в слове «эхад» выделена буква «далет». Выделены они крупнее. Складываются они в слова «эд», что означает «свидетель». Так вот, если человек слышал голос клятвы, и он свидетель этому, «о-ра-а» – или он видел, «о-я-да» – или он знал. «Им-ло-ягид» – если он не скажет. Обратите внимание, что слово «ло» обычно пишется без «вавы», а здесь оно пишется с «вавом». Ну, такая традиция. «Ве-на-са-авоно» – буквально «понесет грех свой». Слово «авон» – грех, да, при грешении. Есть разные виды, есть «хэт», есть «авон», есть и так далее, и так далее. Я сейчас не буду останавливаться, что есть что. Но я только скажу, что в слове «авон» первая буква «а-ин» имеет огласовку «хатав-патах», внизу черточка горизонтально с двумя точками, да. Дальше идет буква «вав», именно буква «вав», которая имеет огласовку «холам-хасар», то есть точку наверху. Поэтому мы читаем не «а-оно», а «авоно». Чтобы не сбиться, помним правило, что каждая буква должна иметь одну огласовку. Если мы примем букву «вав» с огласовкой «холам-хасар», которая читается «во», просто за огласовку «холам», «холам-малэ», то есть обычный «вав» с точкой наверху, как обычно пишется «холам», то получится, что буква «а-ин» имеет одну огласовку внизу и одну огласовку «последнее», то есть слева, чего быть не должно. Это показывает нам, что здесь имеет место буква «вав» с огласовкой «о». «авоно», «авон-авоно», грех его, «о-нефеш» или «душа», то есть человек, «ашер», «тига». «Тига» – это значит «прикасаться». Корень здесь «нун-гимен-а-ин», «нун» выпадает. В настоящем времени «ногея», в прошедшем времени «нога», да, прикоснулся, а в будущем «тига», женский род, потому что слово «нефеш» используется в женском роде. «Бехольдавар» – всякие вещи, «тамэ». Слово «тамэ» очень важное в книге «Вайкра» означает оно чистоту, нечистоту ритуальную, которая не имеет практически ничего общего с нечистотой, какой гигиенической, то есть человек может отмыться в бане банным мылом и отпариться веником, но все равно он останется в состоянии нечистоты. Так, «тума» – нечистота. Так вот, если он прикоснулся к какой-то вещи нечистой. «О бе-ни-в-лат-хая-тмэ-а». «Невела» – это труп, падаль. «Хая» – это животное. «Тамэ» – нечистый, «тмэ-а» – нечистая. И прикоснулся к трупу животного нечистого. «О бе-ни-в-лат-бе-гей-ма-тмэ-а». Здесь выражение отличается только словом «бе-гей-ма». «Хая» – это зверь, а «бе-гей-ма» – это домашний скот. Нечистый домашний скот какой-то. Кто может меня назвать? «Хренья» – «Хренья». «Но откуда они у соблюдающего еврея?» «Лошадь какая-нибудь, осел». «Да, совершенно верно. То животное, которое не является чистым. То есть не может быть использовано в пищу. Это осел, это лошадь и это верблюд. Для того времени, для этого региона, самые обычные существа. Да, входят ли сюда такие домашние животные, как собака, кошка и так далее? Не знаю. Наверное, да. Считаются они как «бе-гей-ма» или как «хая». Скорее всего, «хая». «О бе-ни-в-лат-шерец-тмэ». Слово «шерец» означает «мелкое существо, которое кишат по земле». Это могут быть пресмыкающиеся или гады. Это могут быть достаточно большие существа типа крокодилов. Но, кроме того, туда входят и некоторые мелкие млекопитающие, например, мыши. Часто слово «шерец» переводят как «насекомые» или «рептилии». Это не совсем верно. Дальше. В «не-э-лам-ми-мену» слово «не-э-лам» имеет тот же корень, что слово «олам». «Олам» мы переводим обычно как «мир», а «не-э-лам» – это «скрыто». И скрыто от него. Почему «не-э-лам» и «олам» имеют одинаковый корень? Потому что мир устроен так, что Всевышний в нем спрятан. И наша задача – его найти. И вот он осквернился, он стал нечистым. «Вэ-а-шэм» – слово «а-шэм» означает «вина». И он провинился. Обратите внимание, когда говорят барух «ага-шэм», очень важно проводить, правильно произносить букву «эй». Благословен Всевышний. Иначе у вас получится, что какой-то барух, он в этом виноват. А-шэм. Так, «о-ки-яга» или, если он прикоснется, «бетум ад адам» – к нечистоте человека. Что это такое, мы с вами увидим. Здесь не имеется в виду труп человека, имеется в виду человек, который сам получил нечистоту. Допустим, Вася каким-то образом прикоснулся к трупу осла, а Петя прикоснулся к Васе. И он тоже получил нечистоту. Законы нечистоты – одни из самых сложных в Аллахе. В настоящее время они не актуальны, они чисто теоретичны. Ибо все мы находимся в состоянии нечистоты. И избавиться от нее мы не можем. Но когда будет построен храм в скорости в наше время, нам эти законы очень понадобятся. Так вот, дальше. Он не знает это, он не заметил. А он знает и виновен. Мы сейчас увидим с вами, что есть, здесь рассматриваются две ситуации. Когда человек подозревает, но точно не знает, что он получил каким-то образом нечистоту. Либо он точно знает, что он ее «да» получил. В этом случае различаются. О, нефиш. Или душа, точнее, человек. Ки. Ти. Ша. Ва. Вот здесь корень клятва. Нишба – он поклялся. Ти. Ша. Ва. Он поклянется. Ле. Ва. Те. Бе. Сфатаем. Ле. Ва. Те – это значит произносить. Сфатаем – это устраивать. То есть, он взял на себя какую-то клятву и произнес это устами своими. Ле. Ра. О. Ле. Эй. Ти. Здесь корни. Ра – плохо. Тов – хорошо. То есть, он поклялся сделать что-то плохое или что-то хорошее. Так. Давайте я сейчас посмотрю, что нам дает перевод этой главы. Так. Сейчас. Минутку. Будет полезно. Значит, мы с вами находимся в недельной главе Ваикра. Параграф пятый. И пасук у нас какой? Напомните мне. Нарал Эритив – это пасук номер четыре. Так. Поклянется решением устрасть. Сделать зло или добро – так. Сделать какое-то… Причинить себе какую-то неприятность, какое-то неудобство. Или сделать добро себе. Приводит наши примеры. Например, человек клянется, что он никогда в жизни не будет есть что-то из разрешенного. Например, мясо индейки, да? Потому что почему-то ему показалось, что индейка по ошибке признана кошерной птицей. Так. Вот. Что он ограничит себя, да? И оградит себя от этого. То есть здесь это называется «ра». То есть сделать себе некое зло. Или сделать добро. Как, например, если человек клянется, да, что он обязательно там, скажем, купит килограмм кошерной курочки и устроит себе хорошую тракезу. Да? Вот человек в чем-то поклялся. Да? Что в таком слове? Да, он произнес это устами, да. Сделать себе что-то во зло или в добро. Во всем, в чем поклянется человек, би швуа, швуа клятва, так, в клятве, и сокроется от него. И он знал, и он виновен. Ла-ахат ме-элла в одном из этих. Ве-а-я и будет. Ки-е-шам ла-ахат ме-элле, когда он станет виновен в чем-то из этого. В гитва-да ашер-хата алей-а. Итва-да от слова йо-де-а. Йо-де-а знать. Гитва-да – это признаться. Здесь ют заменяется на вав. Да? Поэтому слово может быть неуснанно. Так вот, он признается в том, в чем грешил. Ве-гэ-ви… Прежде всего, он должен… Не слышу? Так. Он прежде всего должен признать, что он совершил некий поступок. Так. Ве-гэ-ви – это а-шамо. И принесет буквально свой грех. Что значит «принесет грех»? Словом ашам здесь называется «жертва за грех». Грехоочистительная иногда ее называют. Ла-шем – к Богу. Аль-ха-та-то – за грех его. Ашер-хата, который он согрешил. Так как что за жертву он принесет? Что это за ашем? Ашем. Ашам. Так. Некева – женского пола. Мин-хапсон. Из… Сон – это овцы. Кисба – вот это слово я не нашел в словаре. Так. Есть другое слово. Есть слово кевес. Кевес – это овца. Кесев – тоже овца. То есть две буквы – син и вет – меняются местами. А здесь еще добавлено окончание женского рода, которое добавляет еще и дагеш в букву вет, поэтому она звучит бет. Кисва – это тоже овца. О-са-и-рат-изим. Слово аэз – это коза. Са-ир иногда называется козел. Са-ират-изим – это козочка буквально из коз. Да. Лехатат. Для жертвы за грех. Вехипер Аллах Акохен. И искупит его коэн. То есть коэн должен совершить определенные действия. И тогда человек будет искуплен. Мехатото – от греха его. Слово «эхипер» – однокоренное со словом «емкий пор день искупления». Так. Что означает «капора» – искупление? Я обычно привожу пример. Человек виновен. Допустим, он совершил нечто такое, от чего другой человек получил урон. И тот пострадавший может обратиться в суд. И нанесший урон будет наказан. Кроме того, что он выплатит определенную компенсацию, он потеряет еще силы, нервы о современных условиях, еще и средства на сам суд. Но человек может сделать так, зная свою вину, он добровольно возмещает ущерб. И даже если он ущерб возместит не полностью, допустим, тот считает, что ущерб значительно больше, чем то возмещение, которое ему предлагается, тем не менее, вполне возможно, что они придут к компромиссу, и вины на человека не будет. Это в отношении между человеком и человеком. Тем более, в отношении нарушения законов между человеком и Богом. Например, в отношении законов нечистоты, это относится к «бейн адам ле маком», то есть между человеком и Богом. Так вот, «вэ им ло та гиа ядо», «если не дотянется буквально его рука», имеется в виду, «если он не имеет возможности», «не достанет», «не сможет он». «Дэй» достаточно, «сэ», слово «сэ» тоже означает «овца», то есть это выражение мы можем понимать так, «если не хватает у него средств на то, чтобы принести в жертву овцу». «Вэ гэ ви» – это «шамо ашерхата», то в «искупление греха», который он согрешил, «штэй торим». Две, значит, слово «тор» – это «горлица». Это птичка, аналогичная голубю, немножко поменьше такого, ну, как объяснить этот цвет? Либо темно-бежевый, либо светло-коричневый. Вот такая вот небольшая птичка. Вот этих птиц наряду с голубями разводили, они считались домашними птицами. А почему не кур? Почему не еврейскую курочку? Потому что тогда они, наверное, еще не были одомашнены. На уровне мишны мы уже встречаем название «тарной горе». Но «тори» они еще неизвестны. Вот, имейте это в виду. Значит, «штэй торим». Обратите внимание, что слово «тор» стоит в... Что слово «штэй» стоит в женском роде. Поэтому «торим» – это «тор» или «тора» в женском роде, но во множественном числе. То есть окончание «им» не свидетельствует о мужском роде. «О шней в ней йона». Или «двух», а вот здесь уже «шней» в мужском роде. «В ней йона» – это буквально «сыновей голубей», то есть двух молодых голубей, лаше Богу. «Эхад» – одного, одну из этих птичек. «Лехатат» – «в искупление греха». «Вехад» – одного. «Оле оула» – это буквально «жертва всесожжения», поднимающаяся. То есть жертва, при которой вся плоть, все мясо сгорало на жертвеннике. «Вегеви оттам» – «эла коген» – «и принесет их коину». «Веги крив» – «и крив» в данном случае не просто приблизит, а принесет в жертву корбан. «Эт ашер лахатат» – «ришуна». То есть первой, то животное или птицу, которое предназначено на жертву искупления греха, у «малак» – вот слово «малак» – специфическое слово – «нагломит основание головы». Это тот случай, когда птицу убивали не «шхитой», а особым образом описывается, что Коэн отращивал ноготь на большом пальце, чтобы им произвести вот эту операцию. «Этрушо» – «голову его». «Мимуль ар по» – «напротив», что такое «орэф». Буквально на прошлом, кажется, занятии мы, или позапрошлом, рассматривали это слово. «Орэф» – это затылок. И куда «орэф»? Конечно, скажет, но там – это что? Служба тыла. И выражение, которое использует это слово, применимое к еврейскому народу к «шеорэф» – жестоковыйный. Жестким затылком, поворачивающийся к тому, кто желает ему добра, и пытается его вразумить. «Вело явдиль» – и не отделит. Что он не отделит? Он не отделит голову. То есть должна быть определенная операция. «Вегиза» – это слово означает «покропит», то есть «брызнет». «Мидам ахатат» – кровью вот этой жертвы «хатат». «Аль кирам из баях» – на стену жертвенника. «Вега нишар бадам», а то, что останется – крови. «И ма цэ» – буквально «выжмет» – «эль есотам из баях» – «к основанию жертвенника». Описывается, как он это делал, значит, с телом птички. «Хатататху» – это жертва за грех. «Ве эт га шейни» – «а второго» – имеется в виду вторую птичку. «Е асе оула» – сделает жертвой всесожжения. «Камешпат» – как положено по уставу. «Вехипералава коген» – «и искупит его коген» – «михата то от греха его, а шерхата, которым он согрешил». «Ве нислахло» – «и ему будет прощено» – проститься ему. «Ют алиф» – «Ве им ло тасиги ядо лиштей турим». Видите, Тора здесь идет навстречу. И далее, если у человека, согрешившего, не хватит средств, чтобы купить двух голубей. «О лишней внею на двух горлиц или двух голубей» – «вехеви эт корбано ашерхата» – «то принесет он жертву за грех, которым он согрешил». Десятую часть «эфы» – «тонкой муки» – «ле хатат» – «для жертвы хатат». «Ло ясим алав шэмен» – «не положит на него шэмен» – это оливковое масло. «Вело итен алейга левона» – «и не даст», «не положит на нее муку». «Левона» – «левона» – это то, что по-русски называется «ладан». Это ароматное воскурение. «Ки хатат ги», потому что это ничто, как «хатат» – «жертва за грех». «Вехеви ао» – «и принесет ее», то есть эту муку, «эль акохэн коэну» – «век камац акохэн мемена» – «и возьмет коэн из нее горсть». Слово «камац» – «однокоренное» с названием грамматическим чего? «Огласовка», «огласовка». Правильно, спасибо, Анна, огласовка, которая вот стоит здесь под буквой «куф». «Камац» – буквально суженное, то есть стянутое, потому что «патах», вот как под буквой «м» – это «а», вот такое. Это краткая огласовка, но четкая «а». Вот под «куфом» стоит огласовка «камац», которая долгая, но, с другой стороны, она не столь четкая, она что-то под буквой «э», «о», «о», «о». Среднее между «о» и «а». В современном аврите мы читаем ее как «а». Ашкеназы, ну, кстати, не только они, читают ее как «о». Иногда у некоторых общинных ее даже читают как «у», ну, так сказать, это особый случай, да. Но «камац» именно означает что-то сжатое, что-то ограниченное, так. И вот, значит, «коэн» возьмет от нее горсть «мало», полную. «Кумцо», его горсть, да, то есть полную горсть. «Эт аз карата». Корень здесь «зехер», память, пометование, то есть поминальную часть, да, часть пометования. «Вэйктир хамиз бэха» и воскурит ее на жертвеннике. «Аль ишей хашем» над сжигаемыми жертвами Бога, то есть на них сверху. Слово «и», слово «а», вот это слово, однокоренное «эш», «эш» – огонь, да. Так, «хатат-хи» – это, что такое? Это «хатат», это жертва за грех. «Вэхипералав акохэн аль хатато» и скупит его «кохэн» за грех его, ашер хата, которому согрешил. «Мэ ахат мээла», мээле, от одного из них, «вэни слахло» и будет прощено ему. «Вэхайта лакохэн каминха» и будет коэну как добровольное приношение. То есть, десятая часть «эфы», да, мы знаем с вами, да, из «паршатаман», что десятая часть «эфы» – это омер, это около двух литров, да. То есть, ну, приличный объем вот этой муки тонкого помола, и из нее коэн берет часть оскара для сжигания на жертвеннике, а остальная часть будет ему в подарок. И говорил Бог Моисею следующее «нефэш китимаоль мааль» Душа, человек, который… Вот что такое мааль? Это грех использования святых предметов не по назначению, даже если при этом никакого ущерба не наносится. К примеру, используется, ну, скажем, если известно, что принесено определенное количество чего-то, ну, например, трума, да, трума, какие-то плоды, допустим, финики, да. Известно, что вот этих фиников ровно килограмм. Ну, что вот мне, как коэну, этот килограмм использовать как гирю для взвешивания, например, колбасы? Тем не менее, этого сделать нельзя, потому что эта трума, она имеет определенную святость. Так вот, можно перевести это слово как «профанация». Ну, давайте я посмотрю, что нам дает словарь. Значит, слово «мааль», да, злоупотребление, даже растрата, но в данном случае правильный перевод человек согрешит, то есть воспользуется неумышленно от святынь Господа. Так вот, если он совершит то, что называется словом «мэйла», то есть «тим-оль», да, «мааль» сделает вот эту профанацию. «Вехата бишгага» и согрешит по ошибке бишгага, это по ошибке шогег. «Ми-кот-ше-шем», от святынь Всевышнего, «вегеви-эт-ашматола-шем», и принесет он грех свой, то есть жертву за свой грех. «Айль», «аиль-эт-та-баран», «тамим», «непорочный» имеется в виду без ущерба. «Ми-на-цон» из «овец», «б-эр-кэ-ха», слово «эр-эх» означает «оценка». Значит, вот, это должен быть не просто баран, очевидно, в те времена люди лучше разбирались, какие бывают бараны и как их оценивать, да, какой стоит больше, какой меньше, «б-эр-кэ-ха», по оценке «кэсэф», да, «кэсэф» – это серебро, «шекалим», слово «шекель» однокоренное со словом «лишколь» – взвешивать, то есть «шекель» изначально – это стоимость определенного веса серебра. Интересно слово «шкала» отсюда же, «б-шекель-а-кодэш» по шекелю священному ле-ашаму, да, в искуплении своего греха. А в том, что он согрешил против святого, он оплатит и добавит еще пятую часть от этого. То есть, если он осквернил килограмм, то, по одному мнению, он должен выплатить стоимость килограмма плюс одной пятой килограмма, то есть килограмма двухсот граммов. По другому мнению, добавляется не 200, а 250 граммов. То есть, вот эта вот добавочная часть является пятой частью всего того, что он принес. Ну, рассматривается в Салмуде эти мнения. И даст это кому? Конечно же, Коэну. И Коэн искупит его б-эйль, баранан, ха-шам, который за грех, в-эн-ис-ла-х-ло-и-будет прыщино ему. И сделает, совершит одну из тех заповедей, из всех заповедей Всевышнего, а-шэр-ло-те-а-сэ-на, которые не должны быть сделаны. Имеется в виду, есть заповеди, не делай, заповеди запрещающие, да? Например, не воруй, да? Если человек нарушит и совершит действие, которое делать нельзя, в-э-ло-я-да, в-э-шэм, и не знал, и совершил. В-э-на-савану, и понесет он грех свой. В-э-э-в-и-а-ил-тамим, и принесет он вот этого барана без порока. М-ин-гацон из овец. Б-э-эр-кэ-ха-ле-а-шам, по оценке для ашама. А какие-то оценки, да? Это уже детализируется в устной теории. Э-ля-коэн, л-коэна. В-э-хэ-пэр-ла-ва-коэн, и искупит его коэн. Аль-шиг-га-то, за его шигага, шигага, вот оно, это слово, за ошибку его. А-шэ-шагаг, которую он ошибал, то есть за то действие, которое он ошибочно совершил. В-э-гу-ло-я-да, в-э-ни-слах-ло. Он согрешил, он ошибся, и не знал, и простится ему. Ну, еще раз, речь идет о том, что человеку известно, что он согрешил, но согрешил он по ошибке. Эту ошибку он осознал только позже. А-шам-гу, это жертва за грех. А-шом, а-шам, л-ашем. Значит, он принесет эту жертву за грех для Бога. Сейчас я посмотрю одну минуточку. Это конец 19-го послока. Так, да. Повинная жертва – это провинился он перед Господом. Первое слово – а-шом, а-шам, да, вот первое из этих слов. Так, 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 так. Отмечено знаком камаз – это существительное. Последнее же наполовину. Так, ну, хорошо, это интересно. Но, ладно, оставим это. Тут вы можете прочитать по ссылке. Вот, интересное рассмотрение дает нам Раши. Так. Так. А, хорошо. Так. А, минуточку. Вот это ли говорится про а-шам-талуй? Да, судя по всему, вот это. Значит, очевидно, я тут неправильно вам сказал. А-шам-талуй. Здесь речь идет о человеке, который, возможно, совершил какую-то ошибку. Да, по ошибке он совершил грех. Но он не знает это точно. То есть, он сомневается в том, согрешил он или нет. И он приносит жертву, которая называется а-шам-талуй. Вот здесь об этом говорится. Что значит талуй? Буквально подвешенный. Как называется состояние души человека перед Йом-хипуром? Талуим-ве-ом-дим. Вот это выражение, буквально подвешенные и стоящие, очень образно можно представить себе, как человек, которому надели петлю на шею, но пока еще не выбили помост из-под ног. То есть, может повернуться его судьба как в одну сторону, так и в другую. Не дай бог, он может быть повешен, но может быть и помилован. И это официальный термин, которым называется рассматриваемые во суде дела. Называются они тлуим-ве-ом-дим. Так оно и есть. Вот здесь говорится про такую жертву а-шам-талуй. То есть, подвешенный. То есть, мы не знаем, человек сам не знает, согрешил он или нет. Но есть у него такое сомнение. И сказал Бог Моисеев следующее, нефиш ки-техатат. Человек, который согрешит. У-ма-алла. Ма-аль ба-шем. И так. Только что мы рассматривали, что такое этот ма-аль. И был хороший у меня термин. Так. Что же я сказал? Как же я это назвал? Грех использован святых предметов не по назначению. Ну да, это описание. Но есть профанация. Да, но смысл именно таков. Использование святых предметов не по назначению. В-э-хи-хэш-ба-а-ми-то-бэ-фи-ка-дон. Разберем эти слова. Хи-хэш. Так. Отрицает. Иногда говорит неправду. Так. Слово ами через айн означает его партнер. Или ближний. Да, ближний. Свой. Так. Теперь слово пикадон, которое известно тем, кто имеет счет в банке Израиля. Это вложение. Это депозит. То есть я могу некую сумму положить на закрытый счет. И это называется пикадон. У нас на число пикадонот. Здесь имеется в виду некая вещь, отданная на хранение. То есть некий человек, допустим, уходя из дому, значит, какую-то ценную вещь отдает на хранение своему, ну, допустим, соседу. Так. И этот сосед, да. Есть несколько ситуаций, когда вещь одного человека находится на владении другого человека. Может быть такое, что вещь отдана на хранение, но тот, кто берется хранить эту вещь, да, не получает за хранение никакой платы. Его ответственность имеется, но она некоторым образом ограничена. Вот это называется пикадон. Лехавкид. Гифкид. Пакад. Это все слова одного корня. О-би-т-су-мет-яд или, ну, давайте посмотрим, что нам перевод дает, так, так, о-су-мет-яд. Порученное. Он вложил деньги в руку ближнего своего, то есть передал деньги в его распоряжение для ведения дела или в доле с ним, или в качестве займа. Вот такие объяснения есть, так. Су-мет-яд, то есть ласим-де-яд. Положить в руку. О-бегезель. Слово гезель означает грабеж. Не воровство, а грабеж. Так, хотя иногда слово гезель означает им и украсть тоже. Что здесь имеется в виду? Сейчас я попробую объяснить. О-а-сак. Нет, пардон. О-а-с-а-шак. А-шак. Так, давайте посмотрим, что такое а-шак. Притеснять имеется в виду, когда человек нанялся на работу, а условия труда очень тяжелы, и вовремя он не получил свою плату. Так, к сожалению, такое иногда имеет место. Он угнетал ближнего своего. Смотрите, ситуация, которую рассматривает Талмуд и называет ее шомерхинам. То есть, один другому дал на сохранение какую-то вещь, и тот сохраняет ее, но бесплатно. И вот возвращается из командировки первый, да, говорит, отдай мне мой, ну, допустим, персональный компьютер, да, лэптоп, да. Тот говорит, ты знаешь, пока тебя не было, меня обворовали, грабители унесли мое имущество, и в том числе и твое, но они же не знали, что это твое имущество, так. И если это действительно так, да, то шомерхинам, то есть тот, кто взялся это имущество хранить, не несет за него ответственности, он не обязан возмещать стоимость, да. Но, как знать, может быть, этот человек просто припрятал лэптоп, да, и с тем, чтобы пользоваться самому, либо продал его, получил от него выгоду, да, никакого грабежа не было, да. Откуда это знать? В этом случае человек должен поклясться, то есть принести клятву Всевышнему. Так вот, если человек поклялся ложно, да, это один из случаев, который рассматривается вот в этом пасуке. Дальше. О маца а вейда. Или нашел он некую пропажу, то есть то, что пропало у другого человека, вихихешба, и отрицает в ней, да. Да, некто что-то потерял, другой нашел, и вот тот, кто потерял, каким-то образом узнал о том, что его вещь находится в распоряжении во владении другого, пришел к нему и сказал, вот, я потерял это, мне известно, что ты это нашел, да. Нашедший должен ему отдать. Но если нашедший это отрицает, то на нем грех. Да, слушаю вас. Вейнишба. И он должен поклясться. Аль шакер. Шакер – это ложь, да. Аль ахат миколь ашер я асе. Адам. За одно из того, что сделал человек. Лахато баэна. Чтобы согрешить в этом. Давайте, все-таки немножко мы запутались. Я прочитаю вам перевод вот этих фраз. Вот, начиная с 21. Если кто-либо согрешит и явит неверность Господу и отречется пред ближним своим, что до отданного на хранение или порученного, или отнятого силой, или притеснил он ближнего своего, или нашел потерянное и отрицал это, и клялся ложно об одном из всего, что делает человек, греша этим. То есть человек совершил вот такой грех. Что же тогда? Как гиммел. Ве аяки ехета. И будет, если согрешит, ве ашам. Ве аши и виновен. Понесет вину. Ве ашив эт хагзела. И должен он вернуть то, что он буквально грабанул. Ашер Газаль, который он отнял силу, или вот это вот слово, которое у нас было, или то, что было отдано ему на хранение, или потерю, которую он нашел, или все, о чем он поклялся, ла шекер, к лжи, к лжи. То есть сложно. Ве шилем ото берошо. И должен оплатить его берошо. Сейчас я посмотрю буквально. Берошо, это значит сполна, полностью. Это так называемая основная сумма. Вахамиши тав. И пятую часть. Йосеф Алав. Добавить к нему. Тому, кому принадлежит это, даст в день признания им вины его. Так. Ве эт ашамо яви ла шем. И грех за, извините, жертву за грех его принесет Богу. Какую же жертву? Аиль барана тамин без порока. Мин ацон из овец. Ба эр кеха ла шам. По оценке именно вот этой жертвы ашам. Эль акухен коэну вехи пералав акухен. И скупит его коэн. Лифный ашам перед Богом. Вейн и слахло и проститься ему. Аль ахат миколь аше я асе. За одно что-то, что он сделал. Ле ашма ба. Согрешив этим самым. Провинившись этим. Вот вам параграф номер пять. Из книги Ва и Кра. Мы должны объявить, что следующее занятие у нас выпадает ровно на Песах. Так. Значит, в это время, ровно через неделю, возможно, в Израиле уже закончится. Закончится день. Кстати, когда мы переводим время? Сейчас я не знаю. Ну, я посмотрю сейчас. Окей. Так. Но в любом случае для наших, для тех, кто находится за границей, не в Израиле, это будет второй день Песаха. И аналогично через две недели. Это будет восьмой день Песаха. Поэтому два занятия у нас вылетают. Будем считать, что мы берем с вами каникулы на три недели. Вот. Но не расстраивайтесь. Дело в том, что и чтение Торы на время Песаха приостанавливается, и читаем мы другие отрывки, отрывки, которые читают специально для Песаха. Так. Сейчас я попробую посмотреть, что у нас происходит с переводом времени. Но мы занятия проводим по-прежнему по израильскому времени в 7.30, да? На час. Да. Так. Сейчас скажу вам, сейчас скажу вам. Мы переводим стрелки. Так. Мы переводим стрелки на час вперед. Это происходит Юдбет в четверг. В четверг главы ЦАВ. Что же это у нас такое происходит? Юдбет. Так. То есть вечером в четверг 25-го. В ночь с четверга на пятницу. Так. Мы переводим стрелки вперед. В Израиле. Как в других странах, я не знаю, следите за этим самостоятельно. Так. У нас осталось некоторое время. Давайте посвятим его значит пасхальному седеру. Разберем отрывок. Отрывок очень важный, потому что в нем говорится об в общем это квинтэссенция. Да? А Вадим Гаину. Так. Я поставлю вам сейчас. Наверное, в чат я вам поставлю. Да? Давайте сделаем так. Ctrl-C. Угу. Так. Вот я вам ставлю сюда. Так. И делаю я вам демонстрацию экрана. Какую же? Так. Вот. Она идет в начале пасхальной годы. Надеюсь, что вы найдете их. Угу. Ну, у нас уже девять участников. Здравствуйте всех, с кем я вначале не успел поздороваться. Итак. А Вадим Аину. Эвед. Раб. От слова Авода. А, Овед, АВАД. Да? А Вадим Рабы. Айну мы были. Ле Фаро. Для фараона. Или фараону. Или к фараону. Рабами фараону были мы. Б. Шам. И оттуда. Б. Ят Хазака. Рукою. Хильной. У. Везроонатуя. И мышцей напряженной. В. Илу. И если бы. Логоци. Акадош Брогу. Не вывел. Святой Благословен. Он. Эт. Абутейну. Мимитсраим. Отцов наших из Египтов. Гарей. Ну, это вводное слово. Обычно оно переводится. Как. Ведь. Ну, мы обойдемся без него. Так. Так. Ану. Ану. Это то же самое, что нахну. Мы. У. Ванейну. И сыновья наши. У. Вней. Ванейну. И сыновья наших сыновей. То есть. Все потомки наши. Мэ шуабадим. Аину. Лэ фаро. Мэ шиабуд. Это. Это порабощение. Порабощены. Были бы мы. Фараону. В Египте. В Афилу. И если бы. Кулану хахамим. Все мы. Мудрецы. Кулану. Неваним. Все мы разумные. Кулану. Закеним. Все мы. Умудренные опытом старцы. Кулану. Йод им. Это Тора. Все мы. Знающие Тору. Митсва. Аллейну. Заповедь на нас. Лэ сапер. Бесият Митсраим. Рассказывать. Об исходе из Египта. Бесият Митсраим. Бесият Митсраим. Бесият Митсраим. И всякий, кто увеличивает. Рассказывать. Бесият Митсраим. Об исходе из Египта. Арейзе Мишубах. Он достоин славы. Он расслаблен. Так. Вот такой отрывочек. На мой взгляд, очень важный. Напоминаю вам, что пасхальная Агада имеет главную цель рассказать об исходе из Египта. И здесь очень во многом этот отрывок решает эту проблему. А вот как начинается этот рассказ согласно пасхальной Агаде. Митхила в начале. Овдей Авуда Зара. Значит, Авуда это мы знаем работу. Овдей это работники, те, кто работали. Зара это чуждый. То есть служители чуждой работы чуждого культа. Гаю Авутейну были отцы наши. Хасвэ шалом. Подумать это об Аврааме из Хаке Якове. Имеется в виду, конечно, те, от кого произошли евреи. Мы сейчас увидим, о ком это говорится. Ве Ахшав. А сейчас Кервану приблизил нас. А Маком. Вездесущий тот, кто присутствует во всяком месте. Это Всевышний. Ла Авода Ток службе ему. Шеней Мар, как сказано. Ва Йомир Йошуа. И сказал Йошуа. Эль Коль Хаам всему народу. Ко Амара Шем Элоке Исраэль. Так сказал Бог Всевышний Израиля. Бе Эвер Ганагар. Эвер это перейти. Из-за реки Йошву Аво Тейхэм. То есть за рекой, извините. Сидели буквально. Находили, жили ваши отцы. Ме Олам. Из века. Какие? Терах Ави Авраам. Ве Ави Нахор. Терах так звали отца Авраама. И он же был отцом Нахора. То есть мы видим, что у Тераха. Известно, что он был идолопоклонником. Был сын Авраам, который стал евреем. И был сын Нахор, который не стал евреем. Ве Яавду Элухима Хрим. И служили богам других. Другим чуждым. Ве Эках Эт Ави Хэм. И взял отца вашего. Эт Авраама. Эт Авраам, извините. Авраама. Ме Айвер Ганагар. Из-за реки. Ва Олех Ото. И провел его. Бехоль Эрецкнан. По всей земле Хананской. Ве Арбе Эт Заро. И увеличил потомство его. То есть произвел из него целый народ. Ве Эт Энло. Эт Ицхак. И дал ему Ицхака. Ве Эт Энло Ицхак. Эт Яаков. И дал Якову. И дал, извините, Ицхаку. Якова. Ве Эт Эйсав. И Эйсава. Мы знаем, что Яков продолжал идти путем Авраама и Ицхака. А Эйсав совсем даже наоборот. То есть опять же говорится о том, что не по благородству происхождения Всевышний избрал еврейский народ. А именно благодаря тому, что евреи были готовы исполнить эту великую миссию в мире. Вот Эйсав сказал, я не хочу ни платить по счетам, ни получать награду. И поэтому Всевышний дал ему владение гору Сеир. Поэтому Эйсав не имеет доли святой в земле. Соответственно, он не исполняет заповедей и не получает награду за них. Спустились в Египет и прошли там через рабство, тем самым заслужив великую награду, а именно получение Торы. Вот такая интересная история произошла с еврейским народом. Так, я, наверное, буду заканчивать. Господа, дамы и господа, пожалуйста, вопросы. Ну, чудесно. Мы с вами не прощаемся, но говорим друг другу до свидания. До, соответственно, когда это будет? До окончания Песоха. Да, по-видим. Это будет в воскресенье 22-го Ниссана, то есть 4-го апреля. Значит, следующее занятие у нас благополучно будет только 11-го апреля. Да, что ты? 11-го апреля. Всего наилучшего. Вы можете обращаться ко мне через наш канал в Телеграме или лично через Фейсбук. Если есть какие-то вопросы, и я смогу помочь, буду рад это сделать. Всем веселым. Окей. Оксамех. Да, да, да. Ак Песох. Кошер в СМХ. Да, Оксамех. Всем счастливого. Я слышал интересную такую историю от одного старого московского хабадника, что на Пурьем принято желать хаг кошер в СМХ, а на Песох хаг с СМХ в Кошер. Да, в чем разница? На Пурьем все любят веселиться. И не дай бог, конечно, да, но в запале, в угаре можно что-то случайно и нарушить. Поэтому очень важно, чтобы праздник был кошерным. А Песох-то, он, конечно, будет кошерным, потому что столько усилий, сколько еврей кладет на подготовку к Песоху, да, трудно даже представить, чтобы он где-то еще так старался. Но вот будет ли этот праздник праздничным, радостным, да, это уже зависит от него. Так вот, чтобы этот праздник был еще и веселым. Вот так. И дай бог нам удостоится встретить праведного Машеха. Спасибо всем наилучшего. Счастливо. Окей, всем счастливо. Спасибо. С вамих. Пока-пока-пока. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...